Один монстр, один Руслан. Давно хотел научиться наваливать на заднем. Будем подъезжать, я тебя не беру. Хорный подшипник нахер. Втулку разбила, вообще просто нету. Прикол. Как бы я в шоке. Больше 200. Он дорогой, он мощный. Ты готов? Я готов. Тогда! Ребятушки, всем здорова. Саня. Появился повод нормально поснимать. Я, честно сказать, давно хотел научиться наваливать на заднем. И Леха тоже очень хотел научиться. Поэтому я кое-какие варианты посмотрел. И хочется купить мопед, чтобы начать тренироваться, учиться. И так получилось, что парни тоже ковыряют. У меня в гаражах здесь гоняют на таких вот пушках. Полностью переделанность. Тюнинг. Поэтому я тоже решил себе взять что-нибудь. Процесс сборки мопедов. Работ кипит. Смотрите, мне аппараты. Все заряжено, денег. Сколько денег, Руслан? По тому, который ты сейчас снимал, белый стоит. Ага, на улице. Он вышел 180 тысяч. Ого. Так, вроде не дешевая удовольствие такая мопедов. Ну, поначалу, когда вот горишь этим вот, да, вот. Еще не зная цен, думаешь, вот, прикольно, что там денег вообще по фигне. А когда вот начинаешь вот лазить, искать весь вот этот тюнинг. И просто вот хватаешь за голову, типа, что, сколько это стоит, блин, да это жесть. Я хотел купить, на самом деле, какой-нибудь себе просто кататься, потому что я переехал, но... Честно, я думаю, что если я себе куплю вот этот мопед, то мне придется сразу в него вкладывать до хрена денег, потому что я, как бы, такой человек, что тоже люблю, чтобы побыстрее и поинтереснее был. Ну, короче, быстро становится скучно. На самом деле, я хочу тебе сейчас, кстати, показать варик один. Вот это. О, это знакомый скутер. Ты знаешь его? Да, это... Скоро Пейнджок. А, ты... То есть он машины разукрашивает. В общем, очень тема прикольная. Так, ладно, смотри. Еще один. Вот такая пушка. Джокеры, наверное, на самом деле очень редкие мопеды. За 40 рублей. Если там все живое, то эта цена вообще сок. Что написано, кстати, по нему? Мне вчера понравился визуально поршневая какая-то. Я просто, чтобы вы понимали, я вообще не шарю в этих тюняшках во всех. То есть я занимаюсь ремонтом крупных мотиков, больших. Мопеды для меня вообще просто, ну, такая, не знаю, темный лес. Поэтому поршневая DR Evolution в простонародье, дерево, вариатор Multivar, вентильвар, запиленные шкивы, сцепы Flight. То есть, ну, это, так сказать, очень прикольный конфиг. Все, написали, ждем ответа. Если глянуть можно, мчим. Возьму с собой эксперта Руслана, пускай все посмотрит, открутит, там, не знаю, понюхает, обойдет его, прокатится. Как, вообще с Лехой мы уже обсуждали тему стандрайдинга, и он мне предлагал взять питбайк какой-нибудь. А я ему предлагал переделать его мотик, но на самом деле его мотик очень жалко ломать, кидать. Так, а пит, вот, он мне скинул 125-й за 30-ку. Ну, честно сказать, пит у меня был давным-давно, а вот мопедов у меня не было, поэтому я топлю за мопед. А, ну, да, серия будет, естественно, топовая, поэтому падайте на диван, устраивайтесь поудобней, а мы погнали. Так, Руслан создал тему в своих чатиках, что купим, вот, откликнулся один человек. Вроде нормальное состояние, так вот выглядит, стоит Солнечногорский. 35 был, но мы за 32, короче, договорились, так что сегодня сгоняем. Алёта. Да, слушай, привет, ну, насчет Жага. Нам ехать около полтора часа, получается, будем подъезжать, я тебя наберу. Помчали. О, красавчик. Поснимаем и не против? Да, не против. Темновато немного. А кто владелец? Я. Ну, че, давай на свет, наверное, его куда-нибудь вот. Герметиком, не герметиком, да? Нет, это я уже не пытался. У меня есть пронит, я могу отдать вам. Нет, это надо будет трубу ровнять. Нормальный пацанол, у вас фильтр. А ты так катал, вот с этой тряпкой, перчаткой? Прикол. Был момент, приходилось немного. Слушай, ну, парни, я вам честно скажу, что, конечно, вы много за него просите. Состояние у него на самом деле хреновое. Ну, такое прям, видно, что он уставший, много колхоза, тюнинга. Сейчас Руслан все протрясет, поглядит, вариатор посмотрит. Но, честно сказать, 32 тысячи за него, блин, даже много. Реально много. Просто парни, а то мы и вернем его. Покажи честно. Перекупки? Перекупки? Нет. Пацаны, а такое слово, что опорный подшипник нахуй надо, да? Втулку разбило. Пускик тоже, мне кажется, когда мы его перейдем. Китай-варик полностью. Ну, это было ожидаемо, на самом деле. Смотри, даже этих гребенки нет. Сюда надо новый подшипник ставить, конечно, все развалилось. А тут, видел, вообще куска нет. Покажу состояние редуктора, оставляю как бы жить лучшего. Я думаю, в нашем случае торт будет уместен, брат, пацаны. Ну, так чуть-чуть, тесняк. Ну, как чуть-чуть, у тебя полный пиздец. По факту, да. Я скажу так, то, что геморроя для себя я не вижу. А вы звуков никаких не слышали? То есть вам, ну, пофигу было, что тут нет подшипника, и вам все мало? Ну, я просто, скорее всего, даже не разбирали его. Вот вы разобрали, вот вам к сети. Ну, и мы тебе по факту и говорим, что 25, это даже много. Ну, по факту, ну, это, наверное, но 27. Давай 26 я тебе переведу на карту, и все. И дальше это наш геморроя становится. На, сюда я еще бумажки гляну. Мотор номер, типа, ТСУ, где эти 9? Стоимостью 29 тысяч рублей. А паспортные данные чьи тогда? Так. Того, кто продавал? Да. А ты покупал, значит, не вписывался, ничего не делал? Да мы здесь, я на скорую руку, да. А у тебя паспорт есть? Нет. Ты сколько лет? 13. Понятно. Так, Лен, Сбербанк. Телефон? Плюс 7. 26, 300. Чутко. Спасибо. Удачи. Раста пружина. Да, раста пружина. Так, ну, день 2. Как вы поняли, за вчерашнюю поездку. Мы его только привезли, в гараж кинули. Вы оцените, что я вчера купил. Леха, кстати, не в курсе, что я купил. Поэтому давайте ему наберем. Наверное, я даже не буду говорить, что это. Пускай сам приедет и увидит. Здорово, Санечка. Здорово, здоров, Мех. Слушай, когда ты сможешь ко мне подъехать на сервис? Желательно с камерой и дым-машиной. Я просто купил нам мотик для станта японский. Чего? Да, да, да. Очень мощный. Я не верю. Очень мощный. Очень мощный. Под стантуху. Ты сейчас снимаешь? Да. Ты просто обалдел. Ты мотик или мопед купил? Ну, мотик, конечно. Давай сегодня я подъеду. Хорошо. Ладно, закатываем сейчас в сервис, ставим на подъемчик и начинаем разбирать, посмотрим, насколько все плохо. Все, не успели закатить. Уже он тут нам лужу сделал. Смотри, что делает, а. Так, первым делом убираем какую-то сифересную веревку, помойку, щетку одеваем, вот такую штуку, которая дает плюс 5 сил сразу. Бэм! Почему 5? Сразу 10. 10. Все. Ну, другое дело. По-другому засмотрелся. Скинем карп, посмотрим, что там вообще. Почему он нехорошо ведет. Больше писать, а дай-ка гляну, что там происходит. Все очень плохо там, Орис, ржавый. Блин, ну да. Так, теперь нужно шлицевая отвертка. Что, я вот эту могу пока отстрелить? Да. Да, вот этот, конечно, это огонь. Может, притащить свой карп сюда поставить. А-ля фильтр держался. Ну, вот это, конечно, просто жесть. Я такого еще не видел, честно скажу. У них все равно вот и есть карпинки. Ну, мы можем его попробовать почистить? Ну, откроем поплавочек. Там все равно не все очикает. О, слушай, много его там. Лидер. Да, карп китайский, лидер. Китайский? Да. Ну, по цвету его даже можно определить. Слишком серебристый он, блин. Давай, наверное, сразу на стол его. У-у-у, красота. Ну, во-первых, там вода, вот она. Ну, и вон, смотри. Не есть хорошо. И тут, кстати, вот сразу поплавочек он задранный. Как ты понял? Он, видишь, вот так под углом стоит. А, должен типа ровно плоско спать? А, он должен вот так. Ну, может, поэтому и перелив? Да, скорее всего. Да, слушай, вот в нем очень много было. Когда переливаешь бензин, чтобы уходило. Да, да, да. Смотри, засрана. Ух ты. Битком просто. И там забито. Ой-ой-ой. А у нас же сбиваются. Там вроде жиклер оставался. Он, по-моему, 72-й. Давай, наверное, его лучше подкинем. Так, а пока Руслан пошел за жиклерчиком. Смотрите, в каком состоянии здесь все. Ну, в принципе, что было ожидать за 26 тысяч рублей? Ну, сейчас замоемся. Выкручиваем свечку. Глянем сейчас, какого она цвета. Ты слушай, ну, я скажу. Залитая свечка, да? Залитая, да. Но по смесью него еще более-менее все нормально. Ребята, короче, я такси взял. Резко сорвался к нему. И для меня реально шок то, что он в итоге купил какой-то мотоцикл. Я вообще не ожидал. Во-первых, кстати, он говорил, что это не мопед. Во-вторых, он говорил, что это не битбайк. Поэтому я вообще без понятия, что это может быть. В общем-то, пока я еду, они его там шаманят сейчас. Я, насколько понял, там надо подшипник поменять. Возможно, что-то с перьями сделать. Ну, может быть, я что-то неправильно понял. Вполне возможно, мы его сегодня заведем и поедем. Ну, не я, а там Саня с этим чуваком. Ну, короче, посмотрим. В общем, мчимся. И очень хочется посмотреть, что в итоге они купили. Мне очень интересно. Слушай, силиконовый проводок. Да. Ничего себе. От жигулей каких-нибудь, нет? Сейчас еще вскроем. Вчера в темноте смотрели, там уже не очень все хорошо. То есть где-то куска не хватает, где-то резьбы надо восстанавливать. И самое стрёмное, вот даже видно, кстати, с этой стороны, это из-за того, что как раз, смотри, походу, да? Да, вот, да. Разбило и аж проломило. А там все просто в труху. Ну, хреново, конечно, то, что она вот без ключа. Закрыл. А, кстати, зачем я закрыл? О, мама. А у меня, кстати, может, есть такой фильтр? Вот, смотри. Ну, ладно. Ну, а что, парами, кстати, это смотрел? Вроде не вареная, да? Да, она не вареная, такая целенькая. Как халк. Рушить. Слушай, нифига себе. Может, отрежем? Да, давай, конечно, кусаем. Все. О, там сколько говна, блин. Вкусно, да. Чихер. Почти, почти туда. Тут нужны хомуты, вообще, наверное? Тут точно хомут не нужны. Заполняется. Ох, красота. Синенький теперь стал. Да нет, слушай. Вроде не капает. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Сейчас она еще постоит. Лезем сейчас к самому противному. А на резине, знаешь, какой год написано? А? 2006. Нормас. И, кстати говоря, почему мы сейчас немножко реже снимаем. Получилось так, что у нас застой. А я занимаюсь своей группой. Кстати, кому интересно по поводу нашей группы, там другие участники, не участники этого канала. Ссылка будет в описании на группу. Мы играем металл. Мы выступали на Байкер-фесте. Хотели, кстати, сделать так, чтобы Саня туда с Бобром приехал, потому что там конкурс выхлопов был. Мы на него так и не попали. Суть в том, что мы не просто не снимаем, а просто потому, что мы реально заняты и на это время нужно. А его просто нет. Во-первых, у Сани работа. Во-вторых, Макс мне присылает сейчас контент из Турции. Но там очень сложно снимать, потому что он своей жизнью занят. Он устроился работать барбером. Они купили мопед, чтобы его переделать и в итоге продать подороже. Но и вот этот случай, он для меня очень важен, скажем так, потому что Саня купил для того, чтобы самому снимать. И, ну, как бы я в шоке. Вовремя его забрали, конечно. Мы вчера глядели, там вообще, ну, ад. Был ад. Там, кстати, если фонариком посвечишь, там можно увидеть звездное небо. Вон, подшипник рассыпавшись. Звездочки, блин. Звездное небо, да. Ремень Дайка, кстати. Плюс он при этом. И он сильно натянут. Вот здесь вот должен был быть подшипник, но его тут больше нет. Вот он. У-у-у. Как тебе такой маст? Охренеть, посмотри, тут целая куча. Из цепи, я скажу, уже не родная стоит. Ну, я бы удивился, если бы она родная была сейчас. Какие вы тоже не родные. А вот это уже не норма. Где это, подожди? Где то, что было? Так, сравнение. Стало. Вот это вот было. Было. Стало. Было. Прямо много шайб. Это о чем говорит? Все, это просто на выборсе. Не юг, а там. О чем съеденный. Да. Ну, у него еще и крончатка вот эта вся поломана, кстати. Да. Вот эти ребра. Опс. А ты его полностью разобрать хочешь? Угу. Ну, пружину желтую поставим. Ну, он же под станд. Точно, точно. Нам же под станд. А еще, кстати, здесь прям отверстие, видать, от стартера, да? Да, здесь стартер. Короче, здесь по штату идет обгонная муфта. И за место у нее ставят двухмиллиметровую шайбу. И когда еще сюда залазит, между щекой вариатора и самим вариатором, здесь стоит шайба. Угу. Вот с этой стороны, да? Да. Она служит в роли как ограничителя. Вот эту шайбу убирают, но там прибавка к мощности приходит. Но как бы это не всегда работает. А грузы? Такое чувство, что их меняли, потому что они как бы не квадратные, ровные, круглые. То есть без запила, по-моему? Да. То есть все говно вот такое. Ну, их помыть и, по идее, грузы походят. Может, и я не пойду, то есть пока не вкладывать бешеные бабки, то есть поменять все то, что прям реально надо поменять. Вот этот подшипник или крышку, которая разбила, поменять, наверное, что это? Шкивы? Правильно? Это вариатор и ответная часть. Вариатор и ответку поменять. Короче, подъезжаем. Вот прям все, поворот направо и все. И приехали. Вот ехать одну минуту вообще. Я не понимаю, что происходит. Почему все в один день? Чтобы вы понимали, группу будут по радио крутить. Ну, по интернету радио, естественно. Плюс Саша купил мотоцикл. Короче, просто все по одному месту шло. И хопа, в один день все прям активировалось. Поэтому я хочу, может, накрыть его чем-то и записать реакцию вообще. Удивиться он там или не удивиться, или огорчиться, не знаю. Ну вот, будет интересно. Санек, я подъезжаю. Слушай, ну через сколько ты будешь? Через одну минуту, оказывается. Ли, ну не это, подожди. А что? Я хотел сделать ригу. Тут просто все открыто, тогда не доезжай. Ну я не буду, я не буду доезжать, ладно. Да ладно. Здорово. Здорово. Я знал, что ты сразу примчишь. Прям вот со всех сил. Я просто в шоке от того, что ты это сделал. На самом деле спонтанная покупка. Я не понимаю просто, что случилось как бы. Мы же хотели на заднем учиться? Я хотел, да. Ну, я хотел, все хотели. Нет, ну ты же себе купил, ты не мне купил. Ну, ты тоже будешь кататься. Как тебя зовут? Руслан. Руслан, здорово. Привет. Вот он с тобой, да, вот, покупал мотоцикл. Нет, Саня, не дез сюда, у меня есть пару вопросов. Прежде чем я его увижу, во-первых, я в шоке от того, что ты что-то купил. Ну ладно, меня принижать-то. Нет, я не к тому. Как будто я не мог ничего купить. Нет, ты мог что-то купить. Но у меня вопрос. Ты больше 200? Слушай, ну он дорогой, он мощный, поэтому... Я думаю больше. Больше? То есть это не себе 650R, нет? Это Хонда? Ну... Это Ямаха. Это Ямаха. Это Ямаха. Это Ямаха, короче, сейчас скажу. Это не R1, это... Я видел ее. Она... Это фиолетовая? Это слишком много подводительных вопросов, а то ты сейчас такого, а она фиолетовая, и все. Она фиолетовая. Не факт. Она красная. Она красная? Нет, я ее не видел. Все, тогда что делаем? Пойдем сразу туда. А он накрыт? Да, да. Но он, правда, немного разобранный. Ты готов? Я готов. Тогда это... Мопед! Это мопед! Это мопед! Я же сказал, это мопед! Я уже гадать начал. Ну? Не, ну вот это прикольно уже. То есть оно уже... Уже с усилением. Это Алиэкспресс. Это уже станд-тюнинг, понимаешь? Кроме вот этого. Короче, на самом деле все посмотришь, потому что, смонтировать тебе, естественно. Но 26 тысяч рублей прямо урвали. Он на ходу. Чуть-чуть надо в него немножко вложить руки, так сказать, душу и сердце. Благо у нас есть Русланчик, который мне помогает. На самом деле он шарит от и до все знает. Поэтому вчера протрес, там все его посмотрел. Мы сразу с 35 опустили до 32. С 32 опустили до 26. Стряси и прямо сразу... Торгачи, 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 торгачи. И прямо сразу его забрали, короче. Сейчас шаманим и, я думаю, даже сегодня прокат. А почему он вот так вот сделан, кстати? Полностью волновая труба. То есть есть стоковые, которые идут. У них просто банка вот так вот идет. Но внутри там стенки стоят. Это четвертьволновая труба. Это полностью волновая труба. А что она дает? Вот, так сказать, они всех разных форм. То есть есть как бы банка больше, есть уже. Естественно, это прирост мощности так же, как снизу, так же, как сверху. Короче, да, либо на тягу, либо на мочу. Ну там есть один готовый, кстати, посмотреть можно. А, у тебя гараж здесь? Да, у меня Yamaha BVS тут стоит. Уточка. А ты видел уже? Да. Он уже и прокатился, и посидел. То бишь, вот он. А, слушай, да я видел тебя. Я тебе даже больше скажу, у нас был момент, по-моему, когда мы здесь ночью гоняли на этом, и ты проезжал мимо. Почему питбайк хуже для станта, чем скутер? Ну я пробовал, короче, на заднем кататься на пике, а мне не зашло. То есть передача кончается, и как бы ты уже падаешь с угла. Ты щелкаешь выше передачи, ты уже как бы понимаешь, что он скорость-то больше набирает, и он, естественно, угол еще больше набирает. Газуй, газуй! Больше газу! Лишь бы он его не задрал. Он с вами не поднялся. А, да? А максимум сколько он едет? 90. То есть у меня 120, не, у меня 150, да? Ну, 150. 150. Едет 110, это 50, едет 90. И на эту штуку не нужны права? Нужны. Ну это с 16 лет, это, которые тебе дают просто, я не знаю, как. Да, только прикол в том, что ты не можешь ездить по дорогам, если у тебя нет прав. Ну это да, совсем не знаю. То есть... А раньше можно было? Ну раньше-то, наверное, да. Ну давай его сейчас собираем, и сегодня даже прокатимся на нем. Пацаны обнимаются, короче. Пацаны обнимаются, короче. С полтычка! Подожди, ты регулируешь, да? Кайф! 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 Четко! Главное не газнуть, как на обычном мотике. А то он вот так вот отсюда улетит. Доказательство того, что это станд. Просто здесь, здесь все болтает. А сколько дуть колесо? Вторая атмосфера подстанет. Ну че, погнали на площадку уже. Смотри, а? Ну ничего, сам этот пока это... А ты че? А я не умею. Погнали, погнали, погнали. Выкатываем нашего монстра. Для этого нам понадобится один монстр. Один Руслан. Руслан. Спасибо, Руслан. А если уронить тормозом? Не уронишь ты его с тормозом. Там тормоз очень цепкий получился. Я не умею, понимаешь? Не умею. Как так? Попробуй, попробуй. Ну давай. Давай, давай попробуем. Как велосипед. Пили вот этот хлам за 26 тысяч рублей, чтобы научиться. Станьтесь. Я этого никогда не делал, не умею, но очень хочу научиться. Поэтому Руслан, который шарит в ремонте и в езде на заднем, должен будет меня научить. Прям обязан будет. Ну если так, то научу, куда я денусь. И это вы увидите, скорее всего, в следующей серии. А пока я хочу просто катнуть на своей новой пушке. Поможешь убрать? Новый? Ты видел это вот говно? А он не едет. Ну давай подумаем. Скорее всего, карбюратор китайский стоит. Фирмы. Легенда. 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 Покатайся, че-то. Артепаркер, затяните как умею. Сори, сори, сори. Руслан, краткий ликбез. Я попробую на твоем слегонца сейчас хотя бы чуть-чуть. Вот только будет. Давай так. Я сначала его прочувствую. Вообще, что он у себя представляет. Газ полу прокатить. Газ, снега, стопишь. Ну, просто прокатись туда-сюда два раза. Ну, примерно вот так. То есть, я должен почувствовать именно подхват, да? Да, ты должен почувствовать подхват вот этот. То есть, когда он начинает на пике уже просто выпуливать, как ненормальный. А мне не надо, чтобы он выпуливался. Ну, тут, к сожалению, по-другому не получится. Когда ты будешь пробовать вставать на заднее, ты его, получается, дергаешь. Ага. Но туловище остается как бы в сидячем положении, как ты должен. Ты не должен тянуться к рулю. Чем дальше назад, тем, увы, лучше и проще. А мне надо в полную дырку крутить или нет? Когда как? То бишь, ну, ты сначала должен почувствовать. Ага. А там уже должен поднимать. Нет, это я понял. Я имею в виду, чтобы сейчас хотя бы чуть-чуть оторвать. Это газом или... Попробуй сначала в пауэре его прокатить. То есть, приподнять и... Он у тебя должен сам поднять. Ну, давай пробовать. Должен я сам поднять. Стрёмно, блин. Жесть. Теперь смотри, остановись полностью и газ в пол. Нет. Давай. Нет. Давай, давай, давай. Он сейчас перевернется. У тебя для этого тормоз есть. Нет, давай не в полный газ. Волга. С места вот так, отсюда. Да. Он должен к нему привыкнуть. Слушай, это настолько отличается от классического мотика. Просто вообще... Мелкий рвот, да? Коробка автомата, он такой легенький. То есть, он поднимается, ты даже не чувствуешь, как он уже оторвался от земли. Надо прочувствовать. В этот момент, когда он начинает раскручивать, он вот и пошел. В этот момент надо прочувствовать. Я думаю, на видео там вот так поднялось, наверное. Нет. А по ощущениям, как будто он прям вот уже вот так вот. Чуть-чуть меньше. И на самом деле, когда ты уже встаешь газ, ну точнее в угол, ты не должен бросать газ. Да стрёмно. Ну я понял, нет, нет, в теории я понял, да, что ты держишь, пока до угла не дойдет. Потом типа либо прикрыл, либо тормозом. Либо прикрыл и тормозом чуть-чуть. Ну ладно. Давай, я вам покажу вообще, как близительно вообще должно смотреться. Давай. Посмотри, газ в пол. Не, я если такой газ в пол делаю, я перевернусь. Я не успею, ну, опустить или закрыть, что куда. Надо привыкать. То есть почувствуй момент, когда вот он у тебя вот уже все сам идет. Ага. И помогай ему просто вес перекидывай на жопу. То есть ты вот так вот сидишь и пробуй просто вот так вот подтягивать его. Слушай, ну я так сразу не это, ну, это стрёмно. Пробуй, пробуй. Он меня перевернет. Вот, я три дня учился. Все. Когда ты уже его, получается, сдернул, у тебя колесо переднее поднимается, газ в пол, газ в пол. То есть пока ты не наберешь угол. Дальше ты просто корректируешь тормозом. Ты еще должен к тормозу привыкнуть, потому что на барабане, вот я говорю, Ленинский минус, что сейчас будешь учиться на нем, потом на барабане ты поймешь, что он жесть, какой в ад. Друзья, начало положено. Я давно хотел купить себе мопед. У меня как-то в жизни всегда мимо это обходила тема. Поэтому будем его делать, учиться встаньте. И Руслан нам подскажет, как это делать, наверное, в следующих сериях. Обязательно подскажу. А что с ним в итоге? Почему он не едет-то? Как я понял, карбюратор просто-напросто переливает. И когда газ в полу даешь ему, он начинает тухнуть. По ремонту мопедов, скутеров обращайтесь смело. Руки золотые делает на совесть. Поэтому рекомендую. А в следующей серии мы его подшаманим, соберем. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. А, да-да, он же будет учить. Ссылочка-то в описании. Все, я погнал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!